Следить за работой общественного транспорта АМИЧИ смогут при помощи нового мобильного приложения. Его разработали специалисты из Красноярска. В тестировании системы приняло участие муниципальное предприятие «Пассажирсервис». Как подчеркнули в профильном ведомстве, с помощью нового приложения пассажиры будут знать точное время прибытия автобуса, троллейбуса или трамвая на остановке. Пользоваться услугами сервиса АМИЧИ смогут бесплатно. Подробности в нашем сюжете. Приложение ХАБ работает в режиме реального времени. Есть версия не только для мобильных телефонов, но и для компьютеров. Система определяет местоположение пользователя, показывает ближайшие остановки, подсказывает, когда точно приедет необходимый автобус, трамвай или маршрутка. Причем информация указывается максимально точная. Транспорт отслеживается системами GPS и GLONASS. Сервис ХАБ похож на приложение «Мой маршрут», однако есть принципиальные отличия. Например, теперь можно узнать, когда машина идет в парк с попутным подбором пассажиров. Возникли такие проблемы, что если маршрут меняется, то не всегда он вовремя попадает в другие информационные системы. В тот же «Мой маршрут» или «Яндекс.Транспорт». Новое приложение знает полное расписание движения транспортного средства, начиная от того, как оно выходит из парка. Где и когда работает, где водитель обедает, во сколько и когда с какой конечной поедет в парк. Все это учитывается при прогнозе. Также при помощи приложения «Мечи» смогут узнать изменения в расписании и маршрутах, которые связаны с выходными и праздничными днями. Протестируем, как работает приложение. Допустим, нам нужна маршрутка номер 307. Приложение показывает, что она приедет через две минуты. Ждем. Ну вот она и подъехала с небольшими погрешностями во времени. Буквально несколько секунд. Впрочем, иногда с маршрутками не все так просто, добавляют пассажир-сервисы. Ведь далеко не все перевозчики обращаются в муниципальное предприятие с просьбой, чтобы их машина отображалась в системе. Эксперты говорят, недостаточно знать, где находится автомобиль. Необходимо понимать, на каком маршруте он работает в конкретный день. Да и сами водители подтверждают, ГЛОНАСС установлен, а для чего не ясно. Некоторые говорят, что и время прибытия все равно не всегда совпадает. Нас, по идее, должны видеть пассажир. То есть, в первую очередь, я нужен пассажирам, чтобы они подошли на остановку вовремя, в которой я поехал, и все. А для чего он стоит, вообще непонятно. Не то, что практически не совпадает, но порой это не совпадает. Потому что, видите, мы не автобус, мы где-то быстрее можем поехать, где-то медленнее. Но если будет такой сигнал у GPS срабатывать, что будет видеть, где мы находимся от остановки, расстояние и время, то, может быть, тогда да. Впрочем, пока сами амичи не слишком охотно пользуются мобильными сервисами, чтобы следить за общественным транспортом, предпочитая просто ждать на остановках. Просто приходишь на остановку и ждешь, зачем пользоваться приложением. Не, мне неинтересно. Проще так? Да. Да, не знаю, как-то по старинке проще. Сейчас приложение работает на смартфонах с операционной системой Android, поэтому скачать его можно только в Google Play. Однако, как сообщили специалисты, сервис еще планирует дорабатывать, поэтому вскоре он станет доступен и пользователям Apple. Елизавета Васильевича, Алексей Попов. Новости здесь, Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова